Астана 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 Жизнь Сейчас в строительстве Из технологий Из новых Применяются Первая Это индустриальная домостроительность Индустриальные домостроительные комбинаты Биогрупп В 2015 году Приобрел Завод По производству Железобетонных изделий В городе Караганда В 2016 году Мы Собираемся Начать Возводить Первый Жилой комплекс В Астане В регионах Кстати Благодаря домостроительным Комбинатам Появляются целые новые микрорайоны на месте ветхого жилья, построенного еще в 50-е годы. В 2015 году было открытие местного домостроительного комбината ТО под названием ТО «Тимиртаз». В настоящее время производится строительство двух девятиэтажных жилых домов. Это строительные номера номер 6 и номер 9. В стадии строительства можно сказать, что эти дома уже подходят к завершению. Девятый дом – срок ввода в эксплуатацию ориентировочно 30 августа. И шестой дом – сентябрь месяц. Такой подход в частности и развитие строительного рынка в целом порождает и еще одну потребность, которая также развивает еще одну важную отрасль экономики – отечественное производство строительных материалов. Вот, например, этот дом в Павлодаре на 90% состоит из казахстанских товаров. Еще и работой обеспечивает сразу 120 человек. На этом объекте каркас монолитный железобетонный, заполнение газоблочное. И производитель Актюбинский кирпич наш – палодарский силикатный. Внутренние перегородки – все из нашего палодарского силикатного кирпича. 90% можно сказать, что это палодарское. Газоблок, цемент, бетон – все палодарское и казахстанское. Этот дом первый в нашем микрорайоне, который называется Сара-Арка. Здесь на этом месте было пять домов алюминистровских двухэтажек. Кстати, домостроительные комбинаты и сами уже, как рентабельное производство, становятся генератором рабочих мест. Особенно это важно для регионов. В Куччетау, например, такой завод полностью покрывает внутренние потребности в железобетонных изделиях. Мы производим частицы готовых домов. Собираем сначала каркас. Это делается на специальном столе. Сбор идет по схеме на бумажке. Мастер должен уметь читать с чертежа схему материала. Сначала натягивается нижняя сетка, на нее заливается бетон. Затем кладем пенопласт, и так несколько слоев. Есть два вида панели – внутренняя и наружная. Пенопласт кладется только на наружную панель, чтобы держал тепло. Строительная сфера, к слову, ежегодно обеспечивает работой тысячи человек. А это значит и десятки тысяч семей. Знаете ли вы, что сегодня на казахстанских стройках трудится больше 163 тысяч человек? А производительность их труда составила больше трех миллионов тенге на сотрудника. Только за первый квартал 2016 года рентабельность производства в строительстве выросла до рекордных 23%. По итогам указанного периода объем производства в отрасли зафиксировал рекордное для начала года значение – 835 миллиардов тенге. Это на 55% выше уровня производства в стройотрасли за январь-март 2015 года. Доля строительства в ВВП страны выросла до 9% с 7% год назад. И по прогнозам аналитиков, этот рост – только начало. В следующем году строительная отрасль и ее рентабельность достигнет своего пика, который был зафиксирован в 2013 году. К слову, еще о новых технологиях. Современная строительная отрасль Казахстана демонстрирует приверженность к соответствию мировым стандартам в этой сфере. Астана и вовсе, как хозяйка крупнейшей международной выставки Экспо-2017 с темой «Энергия будущего» не могла остаться в стороне от применения зеленых технологий. Более того, строительные компании Казахстана не просто построят объекты Экспо по этому механизму, но и пошли дальше. Например, в следующем году в Астане появится новый масштабный проект – торгово-развлекательный центр, крупнейший в Казахстане. Единственные в своем роде построены по канонам зеленых технологий. А на левобережье Астаны достраивается уже первый жилой комплекс, которому будет присвоен высокий статус лид в соответствии американскому стандарту экологичности здания. 25 лет независимости не прошли для строительной сферы даром. За это время мы научились строить уникальные здания, которые удивляют гостей города. При этом такие строения обладают не только необычной архитектурой, но и возведены качественно. Согласитесь, такой зеленый и умный дом гораздо удобнее для городской жизни, нежели типовые хрущевки 25-летней давности. А эффективность берегающих технологий и качество отечественных стройматериалов, которые появились в нашей стране за годы независимости, жильцы этого дома смогут оценить уже совсем скоро. Это был стройпроект. До встречи в эфире. Если вы что-то пропустили, заходите на сайт 24KZ, пишите и комментируйте. Субтитры делал DimaTorzok